дорогие друзья я рада всех приветствовать с вами равен бенсон ласкин и у нас сегодня с вами урок на очень важную тему а что такое объективность может ли человек действительно быть объективным возможно ли это и самое главное как нам быть объективными в этом жизни как нам этого добиться и именно ответ на эти вопросы мы учим сегодня от нашего с вами с божьей помощью недельной главе туры глава пенхаз именно в этой неделе главе мы находим ответ на этот вопрос как быть объективным этой жизни и как знать что ты не объективны где мы с вами находим вообще намек на ответ на этот вопрос на тему объективности казалось бы в небольшом фрагменте небольшая история рассказывается нам о том что во время пустыни перед тем как еврейский народ уже зашел страну израиль уже была разделена вся земля в этот момент подходит пять дочерей целов хада и они подходят к моисею следующим вопросом и не говорит ему такие слова наш отец они ему говорят он умер в пустыне но он не умер потому что он был одним из членов бунта коваха но умер по другим причинам и у него было только пять дочерей и все эти дочери они были не замужни попросили дочери у моисея чтобы он сделал исключение и дал им землю куда лежит их отцу но моисей как ни странно казалось бы вопрос не тяжелый это было понятно кому еще мог бы отдать эту землю ведь по закону торе он должен был отдать это именно братьям а если нет брать а если нет братьев то значит отдать сестре но вдруг моисей говорит дайте мне задать вопрос творцу и всевыщий ему отвечает что да ты должен это отдать до чья и тут есть очень простой вопрос задает великий комментатор обе на баха я комментатор 13 века и он задает вопрос а почему моисей который решал множество вопросов тысячи вопросов в день и никогда не обращался к богу для этого он понимал потоке зная всю тогу знал каретит что вдруг именно в этом вопросе казалось бы простой он должен был задать вопрос именно богу и на это рабе на бахаи нам нужно задать другой вопрос а может здесь на человек быть объективным древние времена люди думали что да но мы с вами знаем что уже в современной психологии наше подсознание нас влияет и мы даже не знаем насколько но в талмуде в сангидрении против потрясающий историю мы знаем с вами что каждый год и веский календарь иногда он 12 месяцев имеет иногда 13 у нас есть виском календаре то что называется високосный код високосный год в том смысле так как нам праздник песок должен быть именно весной он не может быть зимой и когда раз пару лет это не совпадает чтобы праздник песок по вескому календарю совпадал с весной мы добавляем еще один месяц и каждый год собирался суд и решал когда надо добавить этот месяц в каком году но на этом суду слушайте внимательно было запрещено чтобы царь был в этом суде и главный священник а почему им нельзя было быть на этом суде член судьями на этом суде потому что царь заинтересован високосном году почему потому что он платит своим работникам годовую зарплату но налоги он берет ежемесячно есть у него 13 месяцев у него есть еще один экстра месяц для налогов ему это было выгодно с другой же стороны очень тоже важный момент главный священник ему было запрещено быть а почему он самого святой человек самый духовный человек всего поколения всего народа потому что главный священник у него тоже был интерес чтобы високосного года не было но наоборот был интерес почему что если високосный год добавляется еще месяц то тогда получается что йом кипу будет на месяц позже и когда он попадет уже в более холодное время а как это влияет на коэна главный священник в день йом кипура во первых должен был зайти пять раз в день в миг а если тоже в холодное время года то вода намного холоднее а еще все служение коэна происходило босиком то есть пол был намного более холодный самый святой человек который самый святой день у кипу но ему нельзя быть на суде кто вещает високосный год почему потому что он будет думать о горячей воде чтобы было удобней самый святой день до него окунуться более теплую воду как говорится для того чтобы ты был великим человеком должен понимать какой-то маленький осознавать то что нам талмуд говорит что даже самые великие люди самые святые времена но у них всегда подсознательно человек думает о чем о своем комфорте а дамка ловли отсмотр человек кому ближе всего скажите ему кому самому себе из-за этого говорит талмуд и нельзя было находиться в этом суде есть еще другой талмуд это был талмуд из трактата санэдрин а есть талмуд из трактата ктубот и там приводятся разные истории но все имеют одну и ту же идею вот по возник рассказывается что амеймар сидел во время суда и вдруг и вода пиво птицы упала ему там на плечо и человек снял это пиво пёрышко с его плеча спросил дуга мэймар его а что ты тут делаешь поэтому я жду своего суда у вас когда мэймар я тебя не буду судить что я уже буду предвзяты к тебе буду жить тебе хорошо относиться той самой истории шмойль рассказывается выходил через мост вдруг человек подает ему руку помочь ему пойти поэтому шмой а что ты тут делаешь нашем городе я пришел к суду меня завтра у вас суд я тебя не буду судить я уже будут тебе предвзят и вам скажу о последнюю историю рассказывается что раби ищем аэль он каждую пятницу получал фрукты но был человек который там имел определенную часть его поля и он собирал эти фрукты фрукты принадлежили обычной раби ищем аэлю он их приводил ему каждую пятницу один раз он четверг ему принес эти фрукты они в пятницу ну как бы швали что вдруг ты ко мне пришел четверг уже у меня сегодня у вас в четверг суд я решил принесли пораньше хотя фрукты все равно были не его раби ищем аэля и все равно он это сделал для того только чтобы себе сократить экстра путь но раби ищем аэль отказался сидеть на его суде но зак на этом что не заканчивается раби ищем аэль потом просто как человек со стороны села на этом суде посмотрите что будет посреди суду и он вдруг себя хватает на мысли я весь суд старался защитить этого человека хотя он это были мои фрукты и по закону имел право их взять но вот даже вот это доброе дело уже я уже был взятым вот это то что объясняет талмуд то что сегодня уже психология там доказывает насколько мы должны быть чувствительны к нашей предвзятости мы не должны стараться быть сверху мы понимаем что мы несовершены но осознавать это очень важно наше подсознательное мышление может человек ближе всего к себе а сейчас давайте возвратимся говорит раба на быхая к самой к самой истории с моисеем а почему моисей имеет такую простую очень историю дочерями целов хода они спросили очень простой вопрос что если нет сыновей туда и нам унаследовать отца он должен был спросить бога об этом что потому что дочери целов хода сказали одну строчку или наш отец вышел из египта рабом но и он умер в пустыне но не из-за того что он не был частью людей которые частью бунта коваха а кофе вам напоминаю он бунтовал против кого пути в моисея до моисея когда защищал уже жал не себя слышал бога и уже пошло 39 лет с этого момента но ковах воевал пути в моисея и в момент что говорят дочери целов хаду моисею что наш отец когда воевали против тебя был на твоей стороне они на стороне колоха хотя прошло 39 лет моисею же 120 лет он уже самый великий ему не нужно никакой же признание все уже сделано но моисея осознает что только из-за того факта что он был не на его стороне чтобы на его стороне он может быть взятым к ним и он будет всевышний помоги мне пожалуйста ответить на этот вопрос настолько мы должны быть чувствительны осознавать что мы люди у нас у всех из подсознания мы все ближе к ему к самому себе но вот это осознание самое важное что делать после люди так как нам быть объективными для этого есть беседлива чески либо есть ответ мишне мечты пакет я вот я ушел бен пахи омел аселях араб сделай себе лавина говорит еще бен пахи мы люди и сам этот факт что ты человек тоже не объективно что ты уже изначально ближе всех на свете к самому себе если есть какое-то подсознательное чувство она уже будете контролировать так она есть то что делать имей всегда человека со стороны наставника духовного лавина и я бы призывал чтобы каждого еврея каждый человека обязан быть свой лавин свой духовный наставник кто его ведет не свое подсознание его ведет того его ведет путеводитель от бога и он может со стороны увидеть если ты объективен или нет может дать тебе реальное зеркало твоего состояния и помочь тебе действительно дело то что бог от тебя хочет а не то что тебе кажется а это в общем ты не объективен вот такой казалось бы незаметный момент но моисей спросил бога вопрос сколько глубины раскрывает нам того объективности а наши с вами субъективности и о том как в этой жизни очень важно каждому из нас иметь своего лавина своего наставника ну что мои дорогие вот такой короткий урок я напишите тут в комментариях с какого города откуда вы с нами очень любит в эти комментарии ваши на эту тему размышления светлана шалом добрый вечер вижу нам пишут и я хочу вам вас всех пригласить особенно тех кто живут в ней во первых всех пригласить наши группы по каббале и по изучению тура наши уроки на группу на ватсапе она тут на линке находится и на группу на телеграме буду рада всех видеть наши группах у нас еженедельные уроки и занятия по каббале по контролю эмоции по той буду рад для всех развить наших занятиях и также хочу сказать что в среду то есть завтра у нас особенно для жителей америки начинается новый ульпана каббале щечки мы будем с вами изучать секреты этих букв секреты слов это те буквы кто мы все выше сотворил весь мир как нам с вами понимать корень проблем жизни через ибритские буквы и решение проблем самое главное тайна так что об этом все поговорим с божьей помощью это будет вступительная лекция абракадабра двадцати двумя буквами бокса творил весь мир я все приглашаю на этой лекции 8 часов вечера на зуме а в 7 часов будет очень интересная беседа с директором школы эстакетами в сантехналочи это высшие классы в нью-йорке я являюсь деканом этой школы и у нас будет беседа с елена соколи на тему вообще образование во время ковида в америке сейчас на следующий год очень интересная беседа и вас всех буду рад вас видеть с божьей помощью вся информация в наших группах записаны эти группы поддерживать поддерживайте пожалуйста также наши уроки наши занятия тут есть тоже лик наверху подержать и всем вам желаю всех благословений всегда быть объективными осенью удается иметь своего раввина всех вам благ спасибо спасибо